здравствуйте мои дорогие с вами опять роман головин и сегодня я хотел бы поговорить по вашим просьбам стоит ли сжигать тела то есть кремировать либо хоронить и вот вообще на эту тему хотел бы более подробно поговорить то что я думаю то что мы узнавали из ченнелинга и как это все на самом деле происходит естественно эти темы я периодически буду говорить как только больше будет появляться информации так как не вся информация сразу доступна людям то есть постепенно постепенно по крупицам приходится собирать вопросов очень много естественно всем все интересно мне также интересно и просто физически мы все пока не успеваем но по мере возможности когда будем или вычинные какие-то проводить либо может кто-то еще в частных ченнелинга будет спрашивать эта информация будет обрисовываться буду постепенно вот эти лекции готовить и вам рассказывать и так впервые когда мы спрашивали про то как нужно прощаться с физическим телом что нужно делать как утилизировать более правильно ответ был кремировать объясняю почему когда мы хороним во-первых тонкому телу гораздо сложнее дольше отделяться то есть он к нему привязан больше если мы кремируем то тонкому телу гораздо легче отделиться и идти на перевоплощение это меньше времени занимает то есть он быстрее освобождается второй аспект и это написано в некоторых еще древних книгах не надо хоронить физические тела так как эти тела засоряют землю то есть лучше их сжигать то есть мы во первых занимаем часть площадей где эти кладбища все находятся мы засоряем землю образуются различные насекомые в большем количестве запахи и так далее если вы посмотрите сколько сейчас кладбище существует везде и всюду то есть это огромное количество территории занимает с другой стороны многие могут хотели бы ходить поклоняться я вам скажу такую вещь когда вы постоянно вспоминаете своих умерших родственников это для них очень плохо чем серьезнее вы их вспоминаете чем чаще вы упоминаете их имена вы мешаете им то есть вы забираете от них энергию каждый раз то есть это не есть хорошо это тоже много раз мы спрашивали в ченнелингах держать ли фотографии дома этих умерших родственников если родственники были хорошие у них позитивная энергия была они были добрые и прожили жизнь достойны качественно то есть можно поставить там несколько фотографий но опять же таки вспоминайте про себя не говорить их имен слух то есть это и мешает развиваться в дальнейшем когда они идут на перевоплощение то есть каждый раз когда вы вспоминаете вы их обратно тянете вы забираете у них энергию поэтому не умешает это это нужно иметь ввиду некоторые очень образованные люди они всегда хотят чтобы их кремировали и прах по ветру пустили но по нашей традиции конечно же да особенно христианской традиции мы являемся приверженцами этой традиции да нас обучают этому с детства показывают по телевизору да священники и религиозные деятели об этом говорят что вот нужно обязательно хранить и так далее естественно существует определенные правила чтобы объединять людей и нам это испокон веков это объясняют рассказывать на самом деле это не есть правильно не есть правда и не помогает нашему тонкому телу быстрее перерождаться так как раньше допустим в христианской религии была реинкарнация потом убрали эту тему до что теперь мы все поднимаемся на небеса и там соединяемся с всевышным на самом деле мы постоянно перерождаемся реинкарнируем путешествием по разным планетам с разными программами очень очень редко задерживаемся на одной планете это когда там какая-то либо карма большая либо что-то не сделали там иногда две-три жизни приходится прожить но как правило постоянно мигрируем и у человека нет своего дома то есть многие спрашивают романа можете узнать где дома и души у души нет дома то есть много раз мы пытались узнать даже такие экстремальные какие-то вопросы наводящие спрашивали там есть у души дом нету а тот создатель который вашу душу либо мою создали на какой планете создал опять же говорит это не играет значение так как у того создатель тоже нету постоянного дома то есть он мог на космическом корабле с там создавать мог там планете мог еще где-то все это вообще роли никакой не привязки не играет это относится к тому чтобы у нас не было никаких привязок чем меньше нас привязок чему-то тем лучше будь то к ведическому эгрегору будь то христианскому город еще какой это неправильно когда мы спрашиваем вот вам поклоняться можно там лишь или привязываться ангет нет говорит вы должны верить только в себя не в нас не в кого не в черта не бога и так далее не в разные силы только в себя в свои силы вы должны верить вот это самое основное если же уже родственники похоронены на кладбище ходить туда либо не ходить это ваше дело понимаете то есть это просто вот вы пришли там травку пощипали вокруг могилки прибрались там это просто культура наша и все то есть что вы приходите что вы не приходите вашему родственнику уже все равно то есть он вас не слышит он у вас не чувствует и не ощущает естественно переродился он другой планете это ваше сугубо личное дело то есть ваши воспоминания можете в себе держать можете ходить на кладбище то есть это уже ваше дело но опять же таки скажу кремировать лучше многие там писали а вот вот эти дни совпадают там один день три дня там 40 дней там там три месяца год большинство вот этих дней они не совпадают на вот то есть со временем книги были переписаны и воде все даты они поменялись то есть для многих они до сих пор остаются каким-то знанием что переход есть в какой-то день куда-то в тот мир там еще в какой-то какие-то даты совпадают какие-то нет и когда мы начинаем спрашивать привязываться конкретным этим датам сущности говорят что вот одно вот это одна душа до более раза она быстрее может перевоплотиться да то есть сроки уменьшаются другая же душа менее развита например а сроки дольше будут да у кого какая-то карма там еще дольше например то есть вот эти все вещи они вариабельны то есть к этим цифрам там три там сорок дней там год привязываться нет смысла то есть нужно индивидуально расспрашивать там что с родственником где он как чего и если даже мы начинаем спрашивать а что с родственниками происходит с нашим где они сейчас той сущности очень очень неохотно рассказывает каждый раз говорить вам это не нужно вы мешаете вашим родственникам идти на перевоплощение когда мы туда начинаем спрашивать интересоваться то есть мы получаем какую-то информацию и мы постоянно об этом думаем мы мешаем нашим родственникам можно конечно знать какую-то базу информацию как правило они не неохотно делятся этой информации многие люди верят в какие-то вам супер чудеса а вот похороните меня в израиле там земля обетованная еще что это все ребята не работает будьте вы лежать у себя на родине либо там у вас ваше тело отвезут поверьте мне никакой разницы нет если человек жил достойно помогал другим людям не нарабатывал корм выполнял свою программу вот это самое самое основное и наши учителя судят по нам о том как мы духовно развивались и выполняли свою программу либо жили в рамках своей программы это гораздо важнее какие-то традиции там например да там почитание там еще что там то есть это на наших родственников там вообще не влияет им поминание 40 дней там через год поминание то есть для наших родственников это не это больше нам надо то есть наша традиция что вы мы живем вот в этом физическом мире у нас есть эмоции у нас есть чувства но это нормально не надо от них отказываться у нас есть воспоминания то есть мы это больше делаем для себя то есть когда мы допустим идем в церковь либо еще куда-то и висят святые либо там кто-то читает священные книги там фотографии святых люди начинают им преклоняться на самом деле они нас не слышат многие из них же по несколько раз перевоплотились а может и десятков раз уже поэтому они нас никогда не услышат кстати тему иконы лекции я как-то отдельно сделаю то есть обязательно каком-то ченнелинге почему там иконы то плачут там кровоточу то есть это будет по-моему я даже помог какой-то лекции уже коротко говорил конечно у разных народов есть свои традиции определенные то есть на тот момент когда наша цивилизация наши предки считали что надо делать так тут была на тот момент определенная информация что нужно делать с телом как с ним надо прощаться нужно ли отпевать его омывать как-то да кремировать там либо бальзамировать и так далее то есть для разных целей это все делалось понимаете если допустим кого очень сильно почитали его могли забальзамировать чтобы люди где-то в каком-то музоле и смотрели вот смотрите преклоняйтесь и так далее то есть это делалось не для тех не для души который умирает а делалось для общества то есть даже после смерти многие люди оставались влиятельные какие-то полу боги боги и так далее самый конечно простой нормальный достойный вариант помочь душе родственнику это кремировать конечно человека на и прах развеять где-то чтобы у вас не в доме где-то стоило тоже не очень хорошо так как воздействие вот этого праха на вас все таки будет иметь какое-то значение это к тому что не надо начать чужие вещи не нужно покупать бэушные автомобили бэушные вещи и а если нет вариантов да то есть приходится покупать хотя бы посмотрите что за человек хороший человек плохой у кого вы покупаетесь это имеет значение также массажа когда вы ходите на массаж что за массажист какая у него энергия хорошая плохая вам это все будет передавать перед тем как нахватав от других клиентов тоже это негативная энергия может передать вам об этом я уже несколько раз говорил вот возможно стоит опять отдельную лекцию на эту тему сделал если будут поступать ваши просьбы так как видео лекции у меня на канале очень много становится и конечно многие подписчики не успевает их всех просмотреть а на самом деле и ранние лекции есть очень интересная на некоторые темы особенно темы сыроедения и лекции которые я там несколько месяцев назад снимал ну конечно же всех невозможно пересмотреть поэтому может быть в каких-то лекция частично какие-то темы затрагивал может стоит более расширить более отдельную лекцию снять людям было понятно эти вещи они очень важны в нашей жизни то есть постепенно у нас в голове складываться пазлы как мы должны жить что происходит то есть нас постоянно обманывают нам не дают эти знания эти знания прячут от нас чтобы нами легче было управлять вот причина в чем поэтому мы очень слепо доверяем ученым ученые большинство традиционных ученых обучается по определенным программам которые были написаны темными силами и вот эти все большинство теорем всяких форму они тупиковые на самом деле и чтоб что-то сделать такое серьезное например вырваться на космические масштабы на совершенно другие формулы другие теоремы и так далее поэтому большинство людей они находятся в тупике хотя сейчас очень быстро стала развиваться наша цивилизация естественно мы начинаем смотреть на древние книги оттуда брать знания почему так и многие силы пытались эти книги уничтожить свое время и вот какие-то обрывки знаний до нас доходят и вот сейчас вот пытаемся вот эти знания постепенно достать чтобы человек правильно духовно развивался естественно вопросов много и у вас и у меня и каждый раз они будут увеличиваться самое самое главное чтобы вы понимали что вот зачастую наши родственники уходят через какое-то время они нас уже забывают перерождаются они нас не помнят и может быть никогда даже больше мы с ними не встретимся то есть вы должны понимать что мы своя индивидуальность то есть у нас нет коллективного развития хотя есть рот как бы определенный да но в то же время когда человек перерождается он уходит другой мир он живет на другой планете другом измерении другой цивилизации там частично другие законы там другие тела другой другие животные природа там все другого и вот их миров бесконечное количество и чем быстрее человек будет развиваться тем более правильно выполнять свою программу хотя многие вот мы там рабы какие-то биороботы нет это не так есть определенная программу когда она больше прописан у кого-то меньше прописок в этой программе и человек может помимо этой программы заниматься практически чем угодно хочет в теннис занимается хочет плавает хочет путешествует по миру но есть одни определенная страна привязки где он больше всего должен проживать жизнь сколько-то месяцев в году чтобы выполнить свою программу ходить там я не знаю там на море там плавать не знаю в горы ездить там на квадроцикле кататься там на машине ездить это все что угодно параллельно выполняя свою программу человека есть варианты что он может еще в этой жизни делать то есть не надо зацикливаться конкретно на своей программе то есть многие как-то все очень линейные прямолинейные все это понимает на самом деле это не так поэтому нужно более подходить тем вещам которые я говорю там анастасия говорит то есть нужно уметь правильно интерпретировать то работу например которая по программе и надо обязательно выполнять иногда дети которые прописаны в программе не обязательно чтобы они у вас появились то есть часто бывает так что они как просто запасные когда же в программе прописано что вы должны родить и воспитать дать образование своим детям да хотите не хотите обязательно то есть такие вот дополнительные вопросы конечно же нужно спрашивать и так заканчу эту видео лекцию периодически буду рассказывать на эти темы все глубже и глубже все вам самого доброго хорошего настроения до свидания